Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Бюджета образующим налогом, зачисляемым в доходы региона. Это НДФЛ, налог на прибыль организаций, на имущество физлиц, налог в связи с применением упрощенной системы налогообложения, зафиксированный рост платежей в страховые фонды. Программа Экономика. Котлячков рассказал о программе «Миллион тонн молока». Министр сельского хозяйства заявил, что достижение этой цели потребует дополнительно минимум 25 тысяч коров. Понадобится увеличить производство молока в регионе на 400 тысяч тонн. Это новые фермы и новые поля, признал Алексей Котлячков. Программу анонсировал президенту губернатор Игорь Васильев во время визита главы государства в Кировскую область. Увеличить в два раза производство молока в регионе планируется к 2022 году. Это потребует вложения порядка 15 миллиардов рублей. По словам Котлячкова, сейчас проводятся более детальные расчеты. Экономика. На 101. Под ведомственной мэрию предприятия ждут проверки. Это стало следствием увольнения руководства управляющей компанией Ленинского района, получившего при этом золотые парашюты. Так распорядился глава администрации Илья Шульгин. Предстоит изучить условия трудовых контрактов руководителей предприятий. Никаких золотых парашютов, никаких царских преференций в трудовых договорах быть не должно, подчеркнул глава администрации. Гендиректор, исполнительный директор и главный бухгалтер, управляющий компанией Ленинского района, получили при увольнении по инициативе учредителя в общей сложности 2 миллиона рублей. Экономика. К другим новостям. Оборот предприятий Кирова увеличился почти на 6%. Примерно настолько же в прошлом году выросли средние зарплаты на крупных и средних предприятиях. Города к этому привела реализация плана по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет, заявляет в мэрии. Экс-директор Теки Энтерпрайс не смог обжаловать свое банкротство. Штрус Хорст Хайнрих Вернер обратился в Верховный суд России. Весной в отношении него была введена процедура реструктуризации долгов. В третью очередь требования кредитора включены более 50 миллионов рублей. Штрус просил отменить это решение в разных инстанциях, вплоть до Верховного суда. Однако отказ устоял везде. Долги связаны с поручительством по кредиту в 50 миллионов, взятому в 2014 году на пополнение оборотных средств ООО «Тек Энтерпрайс». Это предприятие в прошлом году тоже было признано банкротом. Крик и граждан Римстрой заключают мировое соглашение. Это утвердил арбитражный суд Кировской области. Крик должен был строительной компании почти 25 миллионов рублей. Стороны договорились о погашении части долга в 21,5 миллион. Для этого Крик передаст граждан Римстрою 17 квартир в двух домах в деревне Шутовщина Кирово-Чепецкого района. На этой потечной корпорации отводится месяц до середины февраля. Проблему задолженности Крика за монтаж инженерных сетей в микрорайоне Черемушки пытался урегулировать бывший гендиректор корпорации Виталий Шмаков. За то, чтобы рассчитаться квартирами, он получил взятку и 8,5 лет колонии строгого режима в наказание. Куротко, несколько цифр напоследок. Один миллион рублей долга по зарплате погасело руководство котельнического мачта пропиточного завода после вмешательства прокуратуры. Деньги получили 67 человек. Более 10 миллионов долларов вывели кировчане из страны. Цифра за год выросла в пять раз. Три миллиарда рублей планирует получить регион от лесной сферы. По сравнению с прошлым годом это в полтора раза больше. И о валютах. Доллар на 19 января 56,76. Курс евро 69,26. Ольга Балезина. Новости экономики в Кирове.